Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Сегодня 12 декабря. Вы смотрите ежедневный обзор рынка от компании Fibagroup. В студии его ведущая Марина Нестерова. Валютная пара евро-доллар. Пара евро-доллар не спешит снижаться, так как на эту неделю запланировано заседание ФРС и повышение основной процентной ставки США. До этого момента с большей вероятностью пара будет двигаться в боковике в рамках диапазона 1,0530-1,0680. Открытые позиции трейдеров указывают на преимущество покупателей, так как открытый интерес сократился практически на 1%, а объемы торгов упали на 30%. Среднедневная волатильность за последние 5 торговых дней достигла отметки в 162 пункта, что в два раза превышает средние показатели за полгода. В текущий момент актуальны покупки в сторону 1,0640 при закреплении выше отметки 1,0590. Продажи будут актуальны лишь при прорыве 1,0530. А сейчас перейдем к паре фунт-доллар. Фунт проявляет слабую активность, совершая движение в узком диапазоне. Не стоит забывать, что текущая неделя будет чрезвычайно важной для этого актива из-за ожидания заседания ФРС и Банка Англии. Открытые позиции трейдеров не позволяют определить общее настроение рынка, так как открытый интерес сократился на 4,2%, а объемы торгов снизились на 45,6%. Среднедневная волатильность за последние 5 торговых дней удерживается ниже среднего значения за месяц, но рассчитывать на существенное увеличение торговой активности не следует. Рассчитывая на дальнейшее движение в боковом диапазоне, вплоть до объявления ставки ФРС. Продажи будут актуальны лишь после закрепления актива ниже отметки 1,2550. А сейчас перейдем к паре доллар США-канадский доллар. Договоренности, достигнутые на этих выходных между странами-членами ОПЕК и странами, что не входят в картель, стимулируют рост нефти и канадской валюты. Открытые позиции трейдеров указывают на преимущество покупателей, так как открытый интерес сократился на 1,7%, а объемы торгов упали практически на 29%. Среднедневная волатильность за последние 5 торговых дней снижается, поэтому риск увеличения торговой активности все еще присутствует. Рассчитываю на дальнейшее укрепление канадского доллара по отношению к американской валюте, вплоть до отметки 1,3070. А сейчас перейдем к экономическому календарю на сегодня. Понедельник будет достаточно спокойным с точки зрения макроэкономических новостей, однако стоит обратить внимание на публикацию отчета об исполнении федерального бюджета США. На этом у меня все. Благодарю за внимание и до встречи в следующих выпусках программы «Фокус рынка». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова